Тюменская городская федерация Тюменская городская федерация Тюменская городская федерация Он будет выступать в ММЭ, ему бри-бара, дзюдо, самбо поможет в дальнейшем. В сентябре серию мастер-классов продолжит чемпион мира по кэнпо-карате Олег Саргин. Тюмень готовится принять четвертый этап Уральской лиги пляжного волейбола. Соревнования состоятся 10 и 11 августа. Изначально планировалось, что в турнире сыграют только мужчины, однако на площадку в итоге выйдут и дамы. Заявки подали уже 14 женских дуэтов. Тюменский хоккейный клуб «Рубин» провел первый матч в период предсезонной подготовки. Он стал двусторонним. Оказалось, победить себя действительно сложнее всего. В составе каждой команды по три пятерки. Белые открыли счет. Отличный сольный проход из своей зоны в чужую и четкий бросок. Не зря болельщики считают, что Никита Ядроец, перешедший из Альметьевского нефтяника, одна из главных трансферных удач «Рубина». Коллектив вообще хороший. Все помогают друг другу. Город вообще не сравни даже с тем Альметьевским. Там маленький, здесь мегаполис какой-то. Ответ черных не заставил себя долго ждач. Недавний новичок команды, защитник Евгений Петриков, показал, зачем ему 193 сантиметра роста и под центнер веса. Отсиний он пальнул так, что шайбы все увидели уже в сетке. Игра шла боевая, эмоций хватало и не обходилось даже без стычек. Впрочем, это нормально. И говорит не о напряженной обстановке в команде, а о том, что равнодушных в «Рубине» нет. У нас хорошая, позитивная атмосфера в раздевалке. Дружеская на льду, сами видите, никто никого не жалеет. В раздевалке пришли, по щиточкам ударили, все нормально, все на позитиве. Шутки, прибаутки, все как надо. Черные, отыгравшись, еще дважды выходили вперед. На шайбы Дениса Ячменева и дубль Ядроеца свели результат к ничьей. 3-3. В овертайме шикарный финт Артема Осипова едва не принес белым победу. Против оказалась перекладина. Дело дошло до буллитов. Обе команды выполнили по 8 попыток, 7 из них оказались голевыми. Вадим Кравченко, Ячменев и Осипов забросили голки кручерных Алексею Артамкину, а Павла Гущина, сменившего на воротах белых по ходу матча Егора Назарова, огорчили Андрей Мнихович, Денис Сандер и Егор Чугуев. Последний смог сделать это дважды и принести своей команде победу. Играть еще жестче, праздновать голы еще ярче и продолжать оттачивать тактические нюансы Рубин будет с 6 по 8 августа в Кургане на мемориале Парышева. На базе отдыха Боровое в очередной раз состоялся турнир по пляжному волейболу «Связь поколений», соревнование которое проходит в необычном формате. Разница в возрасте между двумя участниками каждой команды должна составлять не меньше 17 лет. В этом году лавры самого молодого игрока примерил на себя Алексей Владимиров. Ему 14, вышел на площадку вместе с отцом. Хотя в первую очередь увлекался мини-футболом, выступая за команду Тюмени своего возраста. У меня занимается папа волейболом, я как бы с ним вместе играю. Еще более нетривиальным сюжетом решили удивить отец и сын Шипицыны. На площадку они вышли вместе, правда по разные стороны сетки. Обстоятельства сошлись таким образом, что сыграть вместе не получилось. А в очной дуэли победила молодость, что конечно вовсе не расстроило отца. Приятно даже проиграть, допустим, сыну. Потому что если сын превосходит отца как тренера, ну это нисколько неприятно проиграть сыну в этом случае. Связь поколений каждый год дарит много интриг. Кроме одной, главной. А конкретно имен чемпионов. Андрей Каменских и Михаил Сметанин этим летом стали триумфаторами турнира в шестой раз подряд. Прям задачи бороться за первое мы себе такое не ставим. Мы просто хотим поиграть в удовольствие, хотим его получить, побороться, достать хорошие мячи в защите, подать сложные подачи, сыграть классное взаимодействие, оно у нас уже есть за эти годы. Всего в турнире приняли участие 10 команд. Второе место заняли Евгений Кондаков и Дмитрий Некрасов. Тройку призеров замкнули Лев Ошев и Антон Смоленцев. Совсем скоро в Тюмени пройдет главное событие сезона пляжного волейбола. На Боровом 10 и 11 августа состоится очередной этап Кубка Уральской Лиги. Заявки на участие уже подали более 40 дуэтов. Мама и сын за соседними столами. Именно так в Тюмени завершался Кубок России по снукеру. Финалы пробились представители семьи Истоминых из Нового Рингуэ. Татьяне в решающем поединке противостояла титулованная Анастасия Нечаева. Представительница Екатеринбурга взяла очередное чемпионство достаточно уверенно 2-0. Хотя нюансы все-таки были. Первый фрейм я довольно легко выиграла. Может быть немножко расслабилась во втором фрейме, поэтому такая тяжелая игра была. Но под конец собралась снова и уже добила до конца. Само собой Татьяне Истоминой было не просто сосредоточиться на игре. В каждой паузе она невольно бросала взгляд на соседний стол, где играл ее 10-летний сын. Артем уже стал чемпионом страны в Кэноне. Но в снукере, как и мама, Вундеркинд остановился в шаге от победы. Хотя второе место в таком возрасте – результат невероятный. Ну, если так, я сыграл и не очень, но и хорошо для меня. Не знаю, в принципе все хорошо, только вот в отыгрышах плохо. Не очень. Еще буду работать над ними. На пути ко второму добытому в Тюмени титулу у Истоминов стал куда более опытный соперник Егор Плишкин. Еще один мастер из Екатеринбурга в финале забрал три подряд фрейма и стал чемпионом. Также на его счету лучший брейк за весь турнир – 78 очков. На финал настраивался максимально серьезно, не делая скидку на возраст оппонента. Ну, как бы у меня был опыт, конечно, там и в 12-ти лет нет, как бы было, проигрывал. То есть, как бы, ну, это уже от тебя зависит. Нет, такого не было. То есть, как бы, в принципе, Артем, я считаю, что он, как бы, очень хорошее будущее у него. То есть, как бы, в 10 лет уже показывать такой уровень – это довольно-таки неплохо.